Дорогие друзья, добро пожаловать на мой канал. Сегодня вы услышите рассказ «Безмолвие». Читает автор Елена Ющенко. Приятного прослушивания. «Безмолвие». Раскалённый воздух молчал, не было слышно ни звука, как будто всё растворилось и замерло в беззвучном пространстве тишины, сковавшей всё неподвижным кольцом бесконечности. Не шумели моторы, не хлопали дверцами контейнеры, не шипели линии, не звенели кнопки компьютеров. Как будто из них вынули жизнь или остановили сердце, приводившее в движение бесконечное время работы. Вокруг царила бескрайняя и неприступная тишина, и от её беззвучия трещали стены, когда изредка по ним шуршали, скатываясь из-под потолка капли с шипением на пол. Когда-то оживлённый и полный жизнью город роботов молчал в замерзшем спокойствии. Как вдруг в один прекрасный день началось. Пролетело лёгкое дуновение из одного конца зала в другой. Прокатилась мячиком, останавливая бесконечное движение и прерывая размеренный гул роботов и лишая их дыхания. Качнулась маятником, внося перемены жизни. Скользнуло легко, незаметно, как волну задевает крыло бабочки. Удивлённо взглянув наверх, первый робот остановился, как будто что-то наверху приковало его внимание, да так замерев и прекратил работу. Обратив внимание на странную ситуацию, ближайший робот немедленно поспешил ему на помощь. Но и сам внезапно окаменел, не успев понять, что с ним произошло. Оказался бессильным и безжизненно склонился рядом. Третий робот также остолбенел и поник вниз головой, едва заметив странные и оживлённые действия. Словно прибрежной волной от одного края к другому, от эпицентра до самых отдалённых стен станции, бездной разверзлось молчание. Роботы превращались в безжизненные статуи, замирая, падая и склоняясь друг над другом. Отчаянно пытаясь зацепиться за клавиши, кнопки, экраны, лестницы, поручни, внезапно лишаясь жизни, они падали, как осенние листья. Стекали огромными водяными каплями жизни. Не шуршали их приёмные антенны, не звенели сенсорные панели, их разговоры утихали. Не успевая не передать и начало послания, не осознать происходящее, оркестр жизни выдыхал свою величайшую последнюю симфонию на все лады. Чуть замирал один робот и со звонким и грустным тиканьем, как будто передумав жить и работать, затихал другой. И так по очереди, переворачивающимися шуршащими страницами книги жизни, роботы делали общий вдох и завершали великий цикл, затихали перебором разноголосных колокольчиков. Умолкавшим строкотанием кузнечиков прекращали трещать конвейеры, останавливали свой неутомимый бег линии, приборы, прерывая жизнь во всём её многообразии и наполняя воздух тронной, грозной и неизбежной тишиной. В безграничном и торжествующем беззвучии не было слышно даже случайного дребезжания воздуха от случайного касания, жеста, ни одного взмаха крыльев бабочки, порыва ветра или шипения электричества. Как будто кто-то в последний раз влил в железное горло станции глоток энергии, но в последний момент передумал и решил отобрать право восторга, наслаждения и восхищения, не позволив прочувствовать его вкус до конца. Кто-то окутывал роботов вечным сном, словно давая им покой, опуская сеть великого молчания и умиротворения. Кто-то забирал силы роботов после бесчисленных часов бесконечной работы, отпуская их на свободу. Беззвучие спускалось, вплеталось, плескалось, труилось в воздухе, медленно, властно и уверенно вступало в свои права, наводя бесконечный порядок покоя и покоряя деятельную станцию роботов. Собирая последние силы скаменяющим выдохом, колыхнувшись в последний раз, станция безжизненно повисла в пространстве космоса, высохшей бабочкой, которую булавкой прикололи к пустоте. Ее многочисленные выпуклые глаза, осветившиеся пронзительным и бесконечным желтым светом, гасли один за другим, поглощаемые окружающей тьмой, становясь ее частью и постепенно уходили в небытие. Тьма наползала со всех сторон, пожирая безжизненно повисшие металлические крылья бабочки. Замерев в безотчетном страхе, станция покорялась неизбежностью перед густой пеленой смерти, постепенно наползавшей на нее со всех сторон. Перед неумолимой неотвратимостью станция исчезла в непроглядной мгле вечности и бесконечности, в ее начале и конце. Внезапно, пронзив пространство, по корпусу станции скользнул солнечный луч, осветив своим острием ее величие и прорисовывая ее до мельчайших деталей, до каждого удара метеорита, до каждого винтика, отражавшихся тенями на ее корпусе. Окутывая обшивку армады красно-оранжевым пламенем, на мгновение озарив испуганные глаза гигантской бабочки, он поглощал и плавил ее в бесконечности времени вселенной. Отступая и погружая ее в хаос тьмы, он возвращался и вновь озарял мертвую бабочку, звенел ее крыльями и качал ее в вечном потоке жизни. Дорогие друзья, большое спасибо, что дослушали рассказ до конца. Мне будет очень приятно, если вы поставите лайк, прокомментируете, подпишитесь на мой канал или поделитесь этим видео с друзьями. До новых встреч!